Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. Сегодня мы пригласили в студию жительницу города Ижевска Ольгу Ивановну Гуленок. Добрый день, Ольга Ивановна! Добрый день! Ну, очень наша встреча неожиданная. Мы с вами встретились на Московском экономическом форуме. Я вас знала как журналистку, как такого активного общественного деятеля. И вдруг сейчас выясняю, что человек, который серьёзно занимается наукой, который пишет очень острые, очень интересные статьи, сейчас своим главным заданием, главной профессией, может быть, главным призванием считает старший по дому. Всё правильно сказала или нет? Татьяна, я бы хотела всё-таки поправить, потому что домом я занимаюсь постольку, поскольку это некому заниматься в нашем доме. А вообще-то я продолжаю заниматься, вот как вы сказали, общественной и научной работой. И вообще я изучаю управлением государством. Понятно. Управление государством начинается научись управлять собой, научись управлять подъездом, научись управлять домом. Вот, Ольга, очень бы хотелось поговорить о том, что вы сейчас делаете. Вы занимаетесь капитальным ремонтом дома. Говорите, вот где проблемы, вот где собака зарыта, и нам надо всем эту собаку откопать, и понимать, что вообще происходит. Давайте об этом поговорим. Да, про капитальный ремонт давайте. Во-первых, власть сочинила закон о капитальном ремонте, который вот уже на протяжении более как года у нас Советами домов обсуждается. И по прошествии целого года мы никак не можем понять, собственно, какую цель преследует этот закон. Ну как, какую цель? Отремонтировать дома, взять деньги у населения для этого, частично компенсировать. Вот, Татьяна, вот смотрите, именно вот взять деньги. Есть федеральный закон, есть региональный закон, который, ну, понятно, что федеральный закон, он дает общие рамки, общие представления, а вроде как конкретика должна появиться, была в региональном законе. Я его прочитала. И что же? То есть каждый закон должен иметь идеологию. Для чего? Какую цель он преследует? И каков механизм достижения этой цели? Так вот, что, собственно, закон нужен, и проблема, потому что существует. Но в чем она заключается, моя проблема капитального ремонта? А проблема в отсутствии денег на капитальный ремонт. Ну понятно, и поэтому этот закон принят, что граждане, и рекламу включаешь телевизор, слышишь, как здорово будет, давайте вносите деньги, и сегодня отремонтируют дом вашего соседа, а в каком-то там таком другом году отремонтируют ваш дом на эти денежки. Вот, а мне вот непонятно. Смотри, в чем дело? Дело в том, что мы, рассчитывая на попадание в фонд реформирования жилья, который несколько лет назад появился, мы стали собирать на капитальный ремонт. И мы собираем деньги на капитальный ремонт. То есть мы уже решаем эту проблему. И частично мы ее решили. То есть решаем. То есть в прошлом году, например, мы заменили систему теплоснабжения по подвалу. Это уже за счет этих денег? Да, за счет денег. То есть у нас в течение года собирается примерно 300 тысяч. И вот на 300 тысяч мы частями уже ремонтируем свой дом. Нам есть какие-то крупные, глобальные вещи, которые на сегодняшний день нам не по силам. А именно, например, заменить лифты. Каждый лифт стоит полтора миллиона. Три подъезда. Получается 4,5 миллиона. Так? А разделить на 300 тысяч. Это получается более десятка лет. А на сегодняшний день лифты уже вышли и зарасходовали свой срок годности. Эксплуатации. Эксплуатации. Их необходимо заменить. Поэтому нам необходимо вот средства, помощь. Мы купить сегодня их мы не можем. тем более, что у нас ведь есть кроме лифтов другие потребности. Мы хотим и сделать приятный ремонт в подъездах, чтобы были и пластиковые окна, и хорошая отделка подъездов. Ну, масса и масса потребностей привести. Я вообще считаю, что не поднимается эта проблема, а отделка фасадов, например. Вот я как неравнодушной к архитектуре понимаю, что на сегодняшний день ведь все наши дома, многоэтажные дома, которых вот много лет, построенные несколько лет, десятков лет назад, ведь они превратились в какие-то примитивные курятники, ведь смотреть на них просто неприлично, то есть позволили всем полная самодеятельность царит, то есть лоджия остекляется кто во что гораст. Вот есть центральные дома, находящиеся на центральных улицах, они облагораживаются, эти фасады, и делаются, а вот то, что дальше во дворах, это все вот в таком неприглядном виде сохраняется, а вот это тоже необходимо, а ведь то есть это должно быть какая-то программа. Ну хорошо, вы пытаетесь решить каким-то образом, и я предполагаю, что вам говорят, ну пожалуйста, собирайте больше денег и делайте. Вот, так и говорят. Так. Ну смотри, например, в прошлом году нам тоже составили так смету вот на замену системы теплоснабжения и предложили собирать не 5 рублей, как сейчас мы собираем, а 6 рублей. 5 рублей с метра. Да, 5 рублей с метра квадратного, а 6. Но не получилось. Вот мне, я, несмотря на то, что я убеждала людей в необходимости замены, я не понимаю эту необходимость, но давайте смотреть, опять же, говорили по сметам, ну трудно вот выложить дополнительную копейку очень сложно. Ну, я понимаю положение людей, что им оторвать от бюджета дополнительные средства очень сложно. Вот мы сейчас подошли к очень интересному моменту и в советское время, и после, уже позже, мы всегда вносили эти деньги, они просто назывались по-другому, другая статья была, ну а когда и в советское время, все равно шли деньги на содержание, там на уборку, на всякие вот такие вещи, и на капитальный ремонт тоже, эти-то деньги, но никогда вот в этих домах у вас 9-5-этажный, 9-этажный дом, ну это вот эта серия известная, Брежневки, да, Брежневки, да, или Хрущевки, но неважно, но тогда тоже вносились деньги, но никто эти дома не ремонтировал, все, то время ушло, но тем не менее деньги-то люди вносили, и вот сейчас, а сейчас государство говорит, все, ребята, вы теперь отвечаете за все сами, а кому я должен, всем прощаю, так? Так, ну вот вы, ну я знаю, что вы журналисты, вы, конечно, попытались найти, ну какой-то попытались выйти выше, попытались найти какой-то выход, нашли или нет? Ну, вопрос денег, и выхода я не нашла, ну, хотя бы попыт, я не вижу просто со стороны власти вообще попытку решить эту проблему, вот я же написала письмо президенту по поводу того, как должен быть функционировать этот региональный оператор, потому что они создают некую большую компанию, где будут собираться эти деньги, во-первых, аккумулироваться эти деньги предполагают, и они предполагают якобы вот как вы говорили в плановом порядке ремонтировать все дома. Ну, во-первых, наш город насчитывает более нескольких тысяч домов, а региональный оператор, он собирает плюс дома еще других городов, то есть это какая-то мега-структура неуправляемая абсолютно, неуправляемая. я как управленец могу сказать, что нереально, как они, то есть это по формальному принципу, на сегодняшний день у меня проблема с управляющей компанией, которая управляет всего лишь 140 домами, и то они, естественно, с целями экономии средств принимают на работу нескольких, обслуживают их три технадзора, которые должны составлять планы этих капитальных ремонт и должны отслеживать, то есть они с этой работой не справляются на 140 домов, ну прикинь, а если мы берем тысячу рабов, сколько таких технадзоров нужно выстроить, принять на работу тогда, что ли? Это что, новая структура, которая, а зачем она нам? А если это новая структура, значит, новые люди, значит, новые зарплаты и так далее, и так далее, значит, очередной собес для таких людей, то есть они получают себе зарплату, получают премии за выполнение и так далее, и так далее, мы опять содержим паразитов нахлебников, так или нет? Более того, да, именно это мое предположение, это не предположение, а именно эти вещи и прописаны в законе, то есть вот про тот закон региональный, про который я говорила, там что я увидела, деньги они аккумулируют и закладывается возможность, опять же, получения дополнительных за счет вот этих банковских процентов и структуры, и плюс вот это вот создание структуры, то есть свой интерес, бюрократический интерес, он прописан, а интерес граждан не прописан никак, народного интереса отсутствует абсолютно, абсолютно, в чем я говорю интерес, ни общественного контроля, ни как все это будет функционировать. Хорошо, что вы предложаете в этой ситуации? я почему написала президенту письмо. Ответ-то получили? Да, вот, кстати, очень интересно, да, Путин же говорил, что я завидую муниципальным чиновникам, потому что они решают проблемы граждан непосредственно, да, ну, Путин вот где-то витает там вот в облаках. Но он не пойдет к каждому дому, понятно, дальше. Он не должен, но он должен понять, знать, а решают ли они эти проблемы, они не решают. Почему? А вот они не решают, потому что, опять же, я говорю, что, видимо, нет того контроля. Например, ответ я получила от кого? Не от Путина? Ну, естественно. Нет, не естественно, Татьяна, но если я пишу Путину, да, если он хочет решать эти проблемы... 142 миллиона, все напишут письма, все с утра до ночи читают. Нет, а как получается, да, а как получается тогда, если я пишу президенту, а отвечает мне Вася Пупкин? То есть, Вася Пупкин отвечает от имени президента, ведь письмо я пишу на имя президента, то есть, тогда нужно либо прекратить эту вот практику писания писем, да, или вот как-то они должны обсуждать у себя в администрации президента, то есть, он должен разобраться со своей командой, понятно, со своими сотрудниками, понятно. Если люди пишут ему, да, почему, значит, они не находят решение проблем. ну, да, что мне ответил Вася Пупкин, ну, опять же, условно, да, Васю, что вам же ответили, вот, вам ответили, и что, вот, вот, да, то есть, вот, Путин, Вася Пупкин, от имени Вася, Вася Пупкин, от имени Путина, какой-то чиновник, да, вам, 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 это самое, да, чиновника, а чиновник ответил, рассмотрели, рассмотрели. И? И что? И ничего, и не согласились. То есть, я поправки, я поправки, конечно, предлагала, я поправки предлагала в закон проект, ну, то есть, исключить вот это вот получение, так сказать, доходов на круг, потому что смысл-то в чем? Не для того, чтобы деньги копились, капливались, и кто-то на этом наживался. Смысл-то в том, чтобы эти деньги работали. Я, например, там изложила... То есть, основная цель и полагание. Ради чего? Ради чего? Да. Вот я как раз объясняла, что я не отвергла саму идею аккумулирования средств напрочь, потому что есть, в общем, в этом необходимость. Я объяснила, как работает касса взаимопомощи, да, если у нас вот 300, как я говорила, 300 тысяч мы в год собираем, но получается, мы искомую сумму и работу можем выполнить в конце года, когда мы сможем рассчитаться с подрядчиком, либо если не каждый подрядчик готов выполнить работу, чтобы с ним рассчитались только в конце года. А если мы... у нас 12 таких домов, да, то мы каждый месяц будем иметь эту сумму в 300 тысяч, мы можем планомерно в течение года выполнять эти работы. Вот это нормальная схема как раз взаимопомощи, но в этом случае никакого накопления не происходит. То есть все средства находятся в работе. Да, да, да. Мы именно не копим 300 тысяч до конца года, да, а наши деньги сразу же работают на соседа, а потом на другого соседа, а потом на нас. Но декларируется это именно так. Декларируется это так, но ведь этого механизма не видно, и я, кстати, этот механизм предлагала своей управляющей компанией, потому что она управляет 140 домами, да, то есть это же более прозрачная может быть система, 140 домов, но они еще по районам разбиты, да, 40 домов, то вот эту вот схему этой взаимопомощи легко можно организовать. А в масштабах всей республики, когда тысячу домов, да, это же не пойми, что будет. Да, это неуправляемая система. Хорошо, вы предложили. Я предложила, предложила о том, чтобы создать структуру, нужна структура, которая бы просто, может быть, контролировала деятельность управляющих компаний, которые бы выполняли функции представительства некого регионального оператора, или как бы по поручению этого регионального оператора, или под эгидой этого регионального оператора бы осуществляли, проводили все эти работы. Вот и все. То есть, нам нужен вот некий контрольный орган, который бы... Кто контрольный орган? Кого вы видите в качестве этого контролера? Ну, вот если создавать эту структуру регионального этого оператора, ну, пусть это будет какая-то некая служба, к которой можно было бы обращаться. Ну, то есть ещё один… Вот именно по поводу… Нет, ну, даже не один, понимаете? Нет, структура, ещё одна структура какая-то. Ну, она может быть… Ну, вот в том-то и дело, что, может быть, и не нужна эта структура, потому что вот то, что я говорила, пример по лифтам, да, ведь такие программы существуют и в администрации, город такие программы, и республики эти программы реализовывают, но они, вот попадание в эти программы, они очень специфические. Вот я изучила вот этот вот пример с попаданием вот этот фонд реформирования. Я не так давно работаю председателем, всего лишь год, и я, естественно, сразу же обратилась, вот изучила эту возможность получения помощи со стороны бюджета для проведения комплексного капитального ремонта. Ну, что мне сказали? До свидания, у вас дом новый. Я говорю, девушки, ну как это так? Вот у нас дом соседний отремонтирован. Ну, так, вот никак, никакого ответа. Я его нашла ответ сама, потому что в этом доме живёт бывший директор управляющей компании, которая вот отремонтировала свой дом за счёт средств. Средств этих. Да, 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 да. Поэтому вот какие проблемы и какие проблемы нужно решать. Ну, хорошо, есть депутатский корпус. Вот. И опять же, да, мне и говорят, ну давайте депутатский корпус. Опять же, непонятно, всё это на каких-то… это же на персональных отношениях построено всё. Ну, это… Депутатский, да. А окажет он помощь, не окажет помощь, это неопределённость полная. Попаду я в эту программу, не попаду я в эту программу. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. Сегодня у нас в студии Ольга Ивановна Гуленок, журналист, но самое главное, это старший по дому, город Ижевск. Ой-ой, председатель. Это выше, да, чем старший по дому? Председатель, как это называется? Председатель Совета Дома. Дело в том, что раньше, если старший, это была неформальная должность, а Совет Дома, это уже прописано в законодательстве, и это всё правильно. Председатель Совета Дома, город Ижевск. И вы можете задавать вопросы, касающиеся капитального ремонта и управления хозяйством дома, и вообще, как работает председателю Совета Дома, и, может быть, у вас есть какие-то рецепты, как выполнить капитальный ремонт, как проконтролировать управляющую компанию и ремонт этого, капитальный ремонт дома и так далее, и так далее. Пожалуйста, звоните. 629-08-73, код Москвы 495. Ольга, вы готовы отвечать на вопросы? Ну, если они... Я, конечно, готова. Хорошо, хорошо. Насколько они будут сложными. Ну, в силу вашей компетенции. Так, ну вот давайте. Значит, я больше хотела выработка солидарных действий, как добиться нам отстаивания наших народных интересов. Так, у нас звонок. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы? Здравствуйте. Добрый день. Я вам звоню из Рязани. Это Клушкова Ирина Владимировна. Мой муж, вот мы проживаем в городском фонде, мой муж, его избрали председателем Совета жителей дома. Да. Вот, нам 73 года. В каждом подъезде у нас есть старший дом. И вот наш дом пятиэтажный, панельный. И как вы представляете, ответьте мне, пожалуйста, сможем ли мы, предположим, взять и открыть свой счет в банке, чтобы накопить на ремонт нашего дома? Мне кажется, практически это невозможно. Потому что дом уже 30 лет, ни разу не ремонтировался капитально. В советское время я работала в КЭЧ, квартирная эксплуатационная часть Министерства обороны, в Домоуправлении. У нас, значит, выделялись какой-то процент от сборов за квартплату 2,3% на текущий ремонт. И потом, значит, мы, каждый дом у нас был год постройки, и через 15 лет мы обязаны были его поставить на капитальный ремонт. И мы это делали. Прекрасно делали. Мы обходили каждую квартиру, каждый подъезд, крышу, кровлю, все мы записывали в журналы «Техник, инженер». И согласно вот этой плану ведомости мы совершали капитальный ремонт. Потом у нас жильцы расписывались и принимали по каждой квартире. И все было хорошо, система работала. Почему сейчас нам какие-то вот загогулины хотят предоставить по этому делу, по ремонту лифт. Вот у меня дочь живет в 31-м доме. У них 5-7 подъездов. Могут ли они отремонтировать лифт? Никогда в жизни. Спасибо, Ирина Владимировна. Ну что, Ольга. Ирина Владимировна, вот вы обозначили как раз ту самую проблему, о которой, собственно, я и говорю. Вы подсчитали сами, сколько вам нужно на ремонт, какой величину средств. Объем, да. Объем средств. Вот по лифтам я тоже приводила пример. Конечно, нам всем необходима помощь, потому что собрать собственные средства, оторвать от зарплаты. Надо же реально смотреть властям правде в лицо, сколько человек платит. Ведь все известно цифры. Средняя заработная плата. Сколько может гражданин, семья выделить на капитальный ремонт? Какой-то вот из этого, какой-то вы выход видите из этой ситуации? Выход солидарных действий, давление на власть в плане принятия обязательств. Обязатель помощи гражданам в проведении ремонта. На сегодняшний день этих обязательств, они опять ушли. Вот это разово фонд реформирования, когда 10%, ведь 90% это нормальное соотношение, когда граждане 10%, и все были бы рады. Но ведь эту закрыли историю. А почему соседу моему, соседнему дому отремонтировали капитальный дом за счет бюджета, а передо мной уже, перед остальными гражданами эти обязательства почему-то государство не хочет признать? Я полагаю, что эти обязательства должны быть преданы по отношению ко всем. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, дорогой народный радио. Валентин Иванович, город Троицк. Здравствуйте. Подмосковье бывшее. Животрепещущий вопрос, очень важно его решить, жизненно важно для людей. Но, как всегда, решение в последнее время власть принимает частичные, которые создают много, в том числе и посредников, в данном случае много неясностей в решении. А теперь вопросы. Капитальный ремонт, мне кажется, дома должен быть комплексным, а не по частям. Второе. У меня приватизирована квартира. Мне выдали свидетельство ЕГРП на квартиру. На квартиру. Собственник дома не обозначен. Правовых соб. У меня прав на дом нет. И государство задолжало пока по ремонту. Это должно быть восстановлено. И последний вопрос. Совет многоквартирного дома. Поделитесь опытом, как вы организовали работу. Помещение у вас есть или вы работаете на лавочке под кустиком. Какая техника, материалы, как вы организуете, собираете для этого деньги жителей. Спасибо. Иван. Валентин Иванович. Валентин Иванович. Скажу по опыту работы. Деньги мы собираем на вознаграждение моей работы, председателя совета дома. Дополнительных денег не собирается. На оргработу. А как они собираются эти деньги? Вот я хочу вам дать 5 рублей, а кто-то захотел не копить их. Нет, они не собираются. Они прописаны в платёжке. В платёжке, да. То есть мы приняли решение, то есть большинство граждан поддержали о том, чтобы вознаграждение это платить. Вот. Оно небольшое. Получается рубль с метра квадратного, это получается примерно 4,5, ну, по-разному, в зависимости от, как оплачивают граждане, поступают платежи. Ну, примерно 4 тысячи. Вот. 4 тысячи? 4 в месяц. 4 тысячи в месяц вы получаете? Да. Так. Да. За вознаграждение, за то, что я вот являюсь таким лицом, которое отстаивает интересы граждан во взаимоотношениях с управляющей компанией. Ну, и, соответственно, и с другими инстанциями, в том числе и с городской. Я пользуюсь, конечно, собственным компьютером, спечатываю на собственном принтере, развешиваю объявления. На собственной бумаге? Мы собираемся, мы в подъезде. Просто в подъезде? Да, просто в подъезде, ну, или отдельно приходят ко мне домой, когда общаемся. Персонально обсуждаем какую-то проблему. То есть, то, о чём сказал Валентин Иванович, на кустике под лавочкой. На лавочке под кустиком. На кустике под лавочкой. Конечно, помещения дополнительного нет. У меня есть тоже предложение, что могла бы, если у нас власть, которая не обозначила своего народного интереса, она бы могла помочь гражданам в предоставлении, потому что, ну, хотя бы тот же даже депутат. Есть у депутатов приёмные, но как-то эту проблему решить? То есть, у председателей остальных всё так же? Да, практически так же. Есть ТСЖ, да, есть ТСЖ, и я же писала и пропагандировала о создании ТСЖ. Но вот на практике, столкнувшись с чем, что, конечно, создание ТСЖ, это, получается, мини-управляющая компания, у которой очень большие расходы на управление. Вот. А раз увеличиваются расходы на управление, то есть сокращаются другие статьи. То есть, очень много посредников самого разного рода. Это не посредники, а это, я говорю, что мини-управляющая компания ТСЖ, получается. Она на каждый дом. То есть, в советское время ведь была система дому-управов, да? Оль, а какая система, на ваш взгляд, самая оптимальная, самая лучшая, самая приемлемая? Система в советское время, потом вот эти 90-е годы, нулевые годы, и вот то, что сейчас? Вот вы бы сказали, что... Да, я доскажу, что я написала президенту. Вот нормально, пусть будут управляющие компании, да? Потому что в каждом доме профессионального управленца, который бы занимался этим, а этим надо заниматься очень много, потому что проблем очень много и плодотворно, и разные юридические вопросы решать. Вот, я не беру на себя ТСЖ, потому что, ну, у меня вот еще вот научная работа, у меня разные другие интересы. Вот, ответила я или нет? Да, я говорю о том, что мое предложение о том, что управляющие компании просто должны перейти в статус некоммерческих организаций, некоммерческих, чтобы они, у них была не одна только цель. Получение прибыли. Вот эту вот цель, как получение прибыли, мы ее ликвидируем, оставляем только одну цель. Это профессиональное оказание услуг гражданам. Это работа в их интересах, чтобы они работали исключительно в этих целях. Потому что прибыль на сегодняшний день экономического не обоснована в их деятельности. Потому что, собственно, на что идет прибыль? На удовольствие. На что? На то, что они покупают из этой прибыли новую тряпку уборщицы, что ли? То есть у них нет какого-то, а все, в общем-то, инструменты они могли бы записывать в текущие расходы, то есть включать. То есть прибыль не нужна. Так, еще звонок у нас, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Мне, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот будьте добры, вот я живу в Московской области, в частном доме. У меня всего одна комната. И строили ее сами, газ проводили сами, водопровод проводили сами, любой ремонт сами. И до сих пор, хотя уже под угрозой обрушения, тоже не ждем никакой помощи, никто нам не поможет. Почему же сейчас люди, которые стали владельцами, собственниками квартир, которые им дали бесплатно, а некоторые имеют по 2-3 квартиры, в центре Москвы 70% арендуют квартиры. И почему мы должны все бесплатно делать? Почему мы не должны делать? Понятно, понятно. Что скажем? Человек живет в муниципальном жилье, у него муниципальное жилье. А вот, допустим, люди купили квартиры, у них нашлись деньги, у него не одна квартира. И мы сейчас говорим, что пусть государство помогает. Вот, допустим, 10% ты, а 90% не представилась. Не представилась, да, женщина. Это же исходить из... Из какой концепции государства мы исходим? Если это государство, заинтересованное в обществе, заинтересованное в том, чтобы люди помогать в решении этих проблем, вы молодцы, если у вас получается решать эти проблемы. Может быть, дом небольшой, может быть, у вас достаточно средств своих, но... А может быть, люди просто опустили руки, поняли, что сообщение согласилось? Нет, я же говорю, что мы решаем проблемы. Вот мы за 300 тысяч в прошлом году отремонтировали систему теплоснабжения. Мы решаем. Но это всё как бы... Но вы не за 300 тысяч, а... До этого у нас были заменены. Но если говорить о такой вот серьёзной модернизации домов, а они не трёхэтажные, они не девятиэтажные, да, а это более сложное инженерное оборудование. То есть... Ну, понятно, что без государственных вложений, без... Нет, пусть государство не вкладывает, но увеличивает тогда зарплату гражданам всем. Повышает зарплату, если будет повышаться тем же бюджетникам, тем же учителям, будет подниматься зарплата. И ведь у нас существует прожиточный минимум. Прожиточный минимум, где расписано... Сколько сейчас лжевские средняя зарплата? 15 тысяч, 15 тысяч. А квартплата? А квартплата 5 тысяч. А на 10 тысяч ни в чём себе не отказывай. А ни в чём себе не отказывай. А есть дети, а питание сколько это стоит? Ведь всё можно разложить и всё можно посчитать. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, город Королёв Валерий Аркадьевич. У меня три вопроса. Первый вопрос. Каким образом у вас утверждён состав общего имущества дома? Второй вопрос. Входит ли состав общего имущества дома земельный участок и придомовая территория? Имеет ли это кадастровый номер? Как вы им распоряжаетесь? И третий вопрос. Каким образом вы собираетесь уйти от дороговизны потребления теплоэффициентального теплооснабжения и ставить автономное теплооснабжение на свой дом? Спасибо. Понятно. Большое спасибо за вопрос. Как раз. Состояние общего имущества. Да, это Валерий. Валерий Аркадьевич. Валерий Аркадьевич. Но я с последнего вопроса, потому что над этим как раз проблемой. Я думала, во-первых, да, дороговизна тепла, кроме того, центральное снабжение, состояние сетей городских ужасное. Наш двор невозможно привести в порядок и близлежащую территорию, потому что ежегодно, практически ежегодно производится ремонт сетей. Нет, сейчас они пытаются чернозёмчика привести, и вроде как бы принято такое, что должно быть благоустроено раскопано. Но это же каждый год происходит. Каждый год происходит. То есть, скупы платят дважды, дважды, трижды и так далее. Да, да, да. Если сразу не сделано хорошо, то... Да, я думала. И, кроме того, мне дочь задаёт вопросы. Вот новый дом построили, они платят за тепло 800 рублей, а у нас там за тысячу с лишним. Почему же так? Я говорю, а ты поинтересовалась, что у них, какой источник теплоснабжения? Оказывается, у них своя мини-котельная. То есть, да, таким образом. И это может быть и симпатичный вариант. Но ту же самую мини-котельную, я уже так немножко прозондировала почву, это, безусловно, сложная проблема. Во-первых, выделение лимитов на газ нужно получить, а которые на сегодняшний день зажимают, несмотря мы имеем то, что газ в стране, и у нас всё гасифицировано, но нам выгодно продавать за рубеж этот газ, а не обеспечивать... Ну, в общем... Так, первое, надо получить лимит и на газ, второе. На газ, потом вот эту вот котельную оборудовать и так далее. Поставить место под эту котельную. Место под эту котельную. Значит, лицензия. Лицензия и прочее. Потом штат сотрудников. Да, 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 да. То есть это, безусловно, ну, в единичном, вот в индивидуальном порядке. Я не знаю, удастся ли нам как-то попытаться решить эту проблему. Вот может быть, как раз если, опять же, что значит такое власти? Власти – это общественная структура, которая должна помогать самоорганизации. Либо мы граждане между собой соорганизуются в какие-то общественные организации, да, и тогда как бы давят на власть или оппонируют этой власти. Либо власть всё-таки идёт навстречу гражданам и пытается вот совместно мы пытаемся решить... Ситуация с коммуникациями, я и говорю, что с этими бесконечными прикорами... Здесь тоже всё очень понятно. Она есть, да. По поводу имущества... Общественного имущества, да. Ну, или второе по поводу земельного участка. Вот вы знаете, да, кадастровый номер, да, участок, собственность. Вы знаете, я против вообще частной собственности на землю. Против частной собственности на землю. Потому что, тем более в условиях городских, мне не нравится вот эта вот практика огораживания, которая губительна, когда всё городское общественное пространство разрывается на какие-то клочки, на какие-то междусобойщики. Мне тоже говорят, давайте там огородим нашу территорию, да, поставим шлагбаун. Ребят, ну зачем вот это нам? Я не знаю. Вот у нас ведь мы все построены в советское время. У нас микрорайон, то есть общее пространство домов. Да, и сейчас это общее пространство начнёт наклочки делиться. На клочки делить, и у нас уже скандал был с соседями, да, вот мы залезли на их территорию, потому что сделали парковку. Но парковка это общее, я объясняю, она удовлетворяет общественные нужды. Этой парковкой пользуются жители и вашего дома. Но с другой стороны, если эта парковка идёт за счёт детской площадки, если это, да, или вдруг кто-то влазит на вашу территорию, говорят, это всё общее, а мы сейчас здесь поставим киоск, магазин, всё что угодно. Да, мы переключаемся на ту ситуацию, от вопроса уходим. Ну, вот моя позиция. Там парковка как раз, я думала ведь, когда мы её планировали и залезли, что там уже затоптанное место, собственно, там и ставили машины, стояли машины. Мы просто посыпали гравий и как бы обозначили это место. То есть мы не... я в том-то и дело, что принцип такой, зонирование территории должно быть, двора, то есть где машины, то есть чтобы машины не беспредельничали, не ездили, где им вздумается. Вы себя ощущаете кем? Вот таким вы ходите на улицу, я здесь главная, я могу любым сделать замечание, хозяйка такая, или управдом, типа, нет? Ну, вы знаете, может быть, наш менталитет людей такой, да, я слышала просто, вот бабульки из нашего подъезда говорят, вот она эта, начальница у нас. Вот может быть, такой, ну, менталитет ещё, что вот... А как вас выбирали-то? Да, ну, выбирали так. Прям собрались, 50 процентов, не верю. Нет, не собрались, в том-то и дело. А приходилось, ну, это отдельная... Нет, процедура такая, конечно, собирается собрание, приходит 20 человек, да, а потом приходится набирать. Я обхожу, я все голосования делаю честно, да, я обхожу весь подъезд, разговариваю с каждым. Это необходим контакт с человеком. Понятно, у нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Мы вас слушаем? Мы вас слушаем, но не слышим. Так, сейчас у нас не так много времени осталось. Какие советы вы можете дать тем общественникам, которые приходят в совет дома, которые становятся председателями совета дома? Что самое трудное в этой работе? Что доставляет вам удовольствие? Вот я же не верю, что 4 тысячи, получаемые в месяц, удовлетворяют все ваши потребности. Вот что-то заставляет же этим заниматься. Вот в том-то и дело, что 4 тысячи, да, это если с учётом того, что средняя заработная плата у нас 15 тысяч, да, то есть это примерно я должна тратить там 2 часа в день, посвящать 2 часа в день на вот эту вот общественную работу, на заботу о доме. Вот я вылажу за эти 2 часа, я вылажу за эти 2 часа, потому что, ну, проблем очень много, может быть, мы сейчас не успеем, а заключение договора, я не могу заключить договор с управляющей компанией. Таня, это отдельная вот такая серьёзная история. А почему? А почему? Вот объясняю, почему я не могу заключить договор. Дело в том, что они, вот опять же, ребят, они же коммерческая организация. Их цель съездить на Мальдивы, их цель построить коттедж за счёт наших денег, получить, они называют прибылью. Вот я и говорю, что это коммерческая структура, на самом деле отъём наших денег. Вот, поэтому они создают эти, используют эту деятельность для своего личного обогащения. И чтобы вот это обогащение каким-то образом скрывать и уходить от ответственности, они перерегистрируют свои фирмы каждый год практически. Да, они уходят от налогов, они уходят от ответственности. Они фирма, то есть управляющая компания, с которой у нас был заключён договор ещё до моего председательства, она перерегистрировала, то есть изменила там, они изменяют две там циферки в каком-то, называются то же самое, но это другое юридическое лицо, с которым у нас нет договора. И это обнаруживается случайно, это обнаруживается случайно. Я говорю, ну а как же у нас же, вы же совсем другие, у нас же нет, получается, договора. Ну да, нет. А сменили руководителя, пришёл новый руководитель вместо женщины, пришёл приятный молодой человек, между приятной женщиной приятный молодой человек. Ну и что? И всё. И мы вот в течение года… А нет здесь вот такой вот, знаете, как в компьютере есть защита от дурака. Есть защита от таких действий, какая-то законодательная или нет? Допустим, вот они сегодня поменяли, внесли там, была там рога и копыта, а стала рога и копыта плюс другая фирма уже. Вот смотри, мы можем уйти, нам это не нравится. Во-первых, существует сговор управляющей компанией, я уже зондировала этот вопрос, я пыталась уйти в другую управляющую компанию, говорят, ну у нас вот договор о ненападении, недовольных много, у нас такая негласная договорённость, что мы не принимаем дома той компании, они не принимают наши. Сговор, сговор, я говорю, что куда уйти? Вот опять же, про ТСЖ мы говорили, что это дополнительные расходы управленческие, невозможность и нежелание заниматься этим не два часа в день, а все восемь часов в день, то есть сделать это своей профессиональной деятельностью полностью. Вот, поэтому жалобы обращалась, есть инспекция, жилищная инспекция, они предоставляют туда, а мне-то они не ответили, но я знаю, что они предоставили туда фиктивный, фиктивный, жилищную инспекцию, они предоставили фиктивный протокол собрания, якобы выбор или компания, фиктивный. Ну, то есть это то, что сплошь и рядом на самом деле. Да, 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 подделывают. Ну, вот что вы все-таки посоветуете председателям? На какие грабли не наступать? Вот точно, вот то, на чем вы уже постояли. Грабли-то много, необходимость солидарных действий. А как это можно? У нас существует организация, общественная организация, которая якобы лоббирует наши интересы. Но эти все организации в основном, они все равно под властью, да? Вот, поэтому какие тут советы могут быть? То есть каждый идет своим путем? Ну, не каждый идет своим путем. Ну, может быть, это будет дальше шириться, может быть, будут создаваться какие-то вот сетевые организации, может быть... Ну, если... Вот, минутку, минутку, минутку. Ольга, а есть у вас такая организация, типа, председатели всех ТСЖ или председатели всех советов домов, объединяйтесь, как пролетария всех стран. И председатели домов, среди них есть разные люди, есть те, которые будут за народ биться до последнего, есть те, которые будут в сговоре с управляющей компанией, всяко бывает, правильно? Но тем не менее, когда вы собираетесь все вместе, вот председатели, ну, допустим, 10 человек район, или там, я не знаю, там, ну, 20 человек, все равно есть какая-то возможность лоббировать свои интересы и защищать друг друга. Так такая организация есть, я говорю, у нас собрал этот человек, и что? И там были решения такие, что давайте пойдем в конституционный суд, что это не конституционный закон вот этот капитальных ремонтов, да, было-то мнение. Но ведь, понятное дело, что весь этот, так сказать, порыв, да, общественный, он не был реализован, что все равно загасили все эти протестные настроения и подмяли народ, опять же, под себя. Поэтому проблема о том, что в конце концов власть, ну, вот опять связаться с политическими событиями, да, с этими движениями, с Крымом, что мы повернем власть в нашу... Она займет активную позицию, либо мы будем свою народную власть как-то издевать. Все, понятно. Если мы не хотим никаких майданов, если мы не хотим мирно-спокойно, то власть должна занять активную позицию в отстаивании интересов народа. Понятно. На федеральном, на региональном и на местном уровне. Спасибо. Дорогие радиослушатели, у нас в эфире работала Ольга Ивановна Гуленок, человек из Ижевска. Она является председателем Совета дома. Ну и плюс к этому журналист и человек, который пытается исследовать проблему, как бы испытанно на себе. Но испытания продолжаются, да? Да. Все, я вам желаю успехов. Ну и успехов всем нам. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok